Ребятки, всем привет! С вами Александр, и это у нас No Man's Sky. В общем-то, наверное, некоторые из вас уже догадались, что я мог бы начать в эту игру играть, поскольку я постил несколько дней назад на вкладке «Сообщество», что она была на распродаже в Steam, по 50% скидки была на неё, и, в общем-то, я воспользовался этой возможностью, и прикупил её задёшево, она стоила примерно 10-12 долларов, она мне обошлась, в общем-то, и я её прикупил. То есть, эта игра вышла ещё, на самом деле, давным-давно, в 2016 году, ребята, но вот только как бы сейчас она стала популярной, что ли, скажем так, обрела вторую жизнь, и вот так вот сделали, короче, её разработчики. Потому что, потому что вышел недавно большой-большой патч обновления, это называется, игра уже можно её называть по-новой, No Man's Sky Next, если мне память не изменять. О, кстати, я что-то тут нашёл. Опачки. Скопление анонитов, это, в общем-то, у нас довольно самая ценная игровая валюта. Что-то, хотя ещё раз можно взять? Нет, нельзя ещё раз взять, в общем-то, ребятки. И играем мы вот за такое вот существо. Собственно говоря, непонятно, непонятно, кто мы на самом деле есть. Давайте. Что у нас, в общем-то, ждёт нас впереди сейчас, ребятки? Эта серия у нас будет такая вступительная. То есть, я наиграл здесь всего лишь 2 часа, так что к механике я особо не привык, но, думаю, мы вместе с вами это дело освоим. Игра, в общем-то, наделала очень много шума в 2016 году, когда она появлялась, потому что здесь должно было быть всё рандомно, миллионы звёзд, планеты, которые генерируются сами, можно прыжки из системы, планеты, разные пришельцы, короче, всё тут должно было генериться как-то рандомно. Там живность, флора, фауна на разных планетах тоже должна была отличаться. В общем-то, всё должно было быть очень живо, разно и уникально. Ну, конечно же, на это ушло, собственно говоря, у разработчиков примерно 2 года, потому что в 2016 году она вышла как полное унылое говно. Большинство людей, которые купили тогда, возвращали покупки в Steam, да. Но сейчас она уже похожа на вполне себе законченный продукт. То есть какие-то баги, глюки ещё есть, ребятки. Но, тем не менее, в общем-то, нас впереди ждёт бескрайние просторы Вселенной и такое же и бескрайнее количество разнообразных кораблей. Да, в этой игре очень много разных возможностей, ребятки. То есть мы можем купить себе любой корабль вот этот вот вдали со значком. Это наш корабль. Мы сейчас находимся на первой нашей космической станции. То есть я сюда только вот первый раз, скажем так, вылетел в космос, прилетел сюда, познакомился с инопланетянами. Да, то есть корабли мы можем покупать разные, всевозможные. Грузовые, боевые, крейсеры, там, фрегаты. Кораблик может быть вот такой крохотный, может быть гигантский корабль, как там, как пол-луны. Ну, может, я преувеличу, но корабль может быть просто невероятно большим, короче. И вот такой вот, допустим, краткий экскурс, да. У нас в этой игре есть несколько рас, то есть это гекки, что-то такое клювоподобное. Короче, смесь ящерицы с попугаем. Есть корваксы, это какая-то компьютерная раса. Потом есть вайкины, похожие чем-то на орков. Есть странники, это у нас такие компьютерные роботы. Нас называют почему-то аномалией, но на самом деле мы вроде выглядим как человек, но это не точно. В общем-то, мы можем оказаться и не человеком. Ну, что-то мне так кажется. В общем, появились мы изначально в таком вот костюмчике, я сюда вот забежал и выбрал себе вот такой костюмчик. Кстати, похож на Звездные войны, да. На штурмовика из Звездных войн похож. Но это чисто так, потом мы можем здесь все рандомно изменить. Думаю, этим мы займемся уж потом, когда будем играть в основную кампанию. Сейчас же эта серия у нас будет такая ознакомительная, да, как я сказал, мы побегаем, попрыгаем. А потом в конце этой серии вместе с вами начнем новую кампанию. Чем еще замечательна, примечательна эта игра, что мы появляемся, каждый игрок, когда начинает новую игру, появляется на рандомной планете. И какие там будут условия, планеты все возможные, ребятки. Разные, может быть снег, холод, может быть водная планета, там песчаная, безжизненная, жизненная, там может быть 60 градусов тепла, может быть 100 тепла, может быть ураганы, кислотные дожди. В общем-то это рандом. Давайте мы тут заглянем. Это, кстати, вот так выглядит Вайкин, да, ну чем-то рептилий, рептилия полуорка какой-то. Но поскольку мы здесь только появились, они, наверное, с нами особо еще не дружат, многие из них. Но нам уже тут предлагают, кстати, прикупить какие-то модули. И в этой игре я знаю, что бывает такой рандом. Мы можем случайно прилететь на какую-то планету и найти корабль. Может, можно помочь кому-то в битве, нам дадут космический торговый корабль на шару. Туда можем найти какой-то обломок и найти там улучшение, которое позволит нам зарабатывать в тысячу. Я даже и видел улучшение там на расщепителе, это средство добычи ресурсов, которое на 6, не, на анализатор, которое в 6 или в 7 тысяч процентов увеличило доход. То есть раньше ты копейки получал, а сейчас реально на это можно зарабатывать. Здесь великий рандом, ребятки. Вот эти вот, кстати, что-то, какой-то вот подобный был модуль. Модуль расщепителя, модуль сканера. Так, плюс 7 процентов. Что он дает? Среднее улучшение, сканирующая система мультитула. Так, улучшение внутреннего чипа, тролливание. Ну, 7 процентов, а вот там есть такие улучшения, которые будут плюс 6 тысяч здесь написано. То есть, ну, это понтовые улучшения. Мы сейчас на этом не будем сосредотачиваться. И есть еще здесь чертежи. То есть, есть, можно что-то купить, а можно приобрести чертежи. Блин, я вот это купил сейчас, продвинутый расщепитель, но мне не хватает одного, Нанита, одного, мать его, так, ё-моё. Придется сюда вернуться, чтобы купить этот, наверное, продвинутый расщепитель. Он позволит нам добывать более широкий спектр ресурсов. В общем-то, показал я вам одних инопланетяшек. Давайте сейчас мы пробежим на... Главное, что меня тут не сбили. Корабли, вот это мы можем подойти к любому кораблю вот сейчас. Ну, это кусок какой-то говна прилетел. Мне к нему стыдно прикасаться, но... Так, ну, какой здесь? Это похоже на мой корабль. Корабли тоже, в принципе, очень сильно отличаются. Система, ну, и искусственный интеллект их генерирует из рандомных блоков. Кстати, очень похож на X-Wing из Звездных войн. Так, может какой-то уникальный здесь есть. Видите, у того крылья так, у того так. То есть, и он случайным образом... Они могут, конечно, повторяться, но могут быть и все, возможно, разные. Давайте сейчас мы вот зайдем и глянем, сколько нам, допустим, предлагают за этот корабль. Купить Звездолед. Нажимаем, обсудить цену, сразу нажимаем и смотрим. То есть, у нас 15 ячеек, это большой дефицит в этой игре, сразу говорю. Да, и чем больше ячеек, тем лучше. Ну, еще есть класс корабля. То есть, этот корабль, конечно, намного круче нашего. И стоит он, на самом деле, недорого. Всего лишь 1 800 000. Ну, у меня пока что денег нет, всего лишь 190 000. Да, ну, вот такие вот вещи. То есть, есть разные прыжки. И, кстати, вот в этой игре есть двигатели, какие-то... Где тут гипердвигатель? Импульсный двигатель, вот этот, наверное, да? Они бывают разные. То есть, на некоторых двигателях мы... Ну, на стандартных двигателях мы можем летать по всем планетам практически, да? Но есть планеты там красного, там желтого, оранжевого цвета, на которые нужны специальные двигатели, иначе просто мы туда не можем долететь. Ну, там какая-то особая атмосфера, либо фиг его знает что, не будем в это углубляться. У нас есть джетпак, как вы поняли. Я даже долетел, короче. Так, это все Вайкины, Вайкины. Это вся планета, вся станция Вайкиновская, да? А вот этих птичек здесь нет. Вот здесь, тут даже есть система телепортов. Мы сможем построить свою базу. Мы тоже сейчас слетаем на нашу базу, я покажу ее. Ну, она пока что у меня как коробка, как в арке деревянное строение, да? То есть, в игре очень много чего изменилось. Я не играл в старую версию. Но, тем не менее, в общем-то, мы сейчас будем следовать по нашей основной сюжетной линии. Мы получили закодированный сигнал, координаты записаны, доберитесь до источника сигнала. То есть, мы садимся в звездолёт, нажимаем W и взлетаем. Так, давайте искать наш сигнал. Управление немножко специфическое. Так. Так, вот это, кстати говоря, станция, с которой мы взлетели. И вот источник сигнала находится, кстати, на нашей родной планете. Давайте сейчас мы здесь осмотримся. Немножко отлетим. Shift, это у нас ускорение. Так, а с астероидами, кстати, мы добываем топливо для наших этих звёздных полётов. Управление мне ещё немножко непривычно. Оно управляется мышкой. А клавиши A и D у нас, короче, крен регулирует. То есть, ну, наклоны вправо либо влево. Но вперёд скорость. S-очка это торможение. Всё, в принципе, стандартно. Кстати, сам космический корабль и бои мне напомнили очень старую игру, которую я люблю. И которая стала прародителем своего, в принципе, жанра. Внесла, по крайней мере, очень много того, что стало стандартным для космических металлов. Это игра Freelancer. Там, ну, была хорошая боевая система, улучшение корабля. Было там много разного вида оружия. Лазерные, импульсные, там, торпеды, мины, бомбы. Короче, было много всякого оружия. Мне... Я долго в неё залипал. Но она старая, 2001 года или как-то так. В общем-то, не помню точно. Ну, с астероидов этих мы добиваем третий, которыми питаются наши двигатели, которыми мы пользуемся в космосе, если я не ошибаюсь. Так, ладно, давайте будем ускоряться. Так, давайте сейчас мы выберем цель. И включаем такой вот гипердвигатель. Здесь есть ещё, конечно же, прыжковые врата, да. Но у нас есть несколько режимов полёта. Обычный, с ускорением через shift и вот с пробелом. Мы там набрали уже дикые тысячи скоростей. И нам осталось лететь, ребятки, 40 секунд, да. Так что сейчас ещё буду тут вспоминать, что же может быть в этой игре. Интересно вам, да. Нам нужно ещё в игре это изучать. Есть три расы, какие я вам уже показал. Там геки, вайкины, ну, эти... И компьютерные эти, блин, ребят. Стражи, стражи компьютерные ребята. В общем-то, нам нужно изучать ещё будут их язык. Это важно в этой игре. Это я уже дело усвоил. Так, давайте мы как-то... Так, ну, в режиме гипердвигателя мы не можем менять положение. Так, ну, мы, в принципе, должны сами... будем затормозить на подлёте к атмосфере. Да, то есть мы затормозили. И... Можно тут просканировать планету. Кстати, я забыл её просканировать, пока мы летели. Ну, давайте сейчас мы туда приземлимся. У нас здесь... Возможный сигнал бедствия. У нас такая планета, немножко заледеневшая. Так, так, стоять. Опять же, я не так... не так лечу. Не привык я ещё к этим полётам. Давайте сейчас мы тут осмотримся. Ну, ладно. О-о-о-о, вот эта штука, значит, бесплатная посадка. На взлёт и посадку с планеты мы, ребятки, тратим топливо. Здесь у нас такие взлётные движки. Взлётные движки, да. Вот, вот эти вот движки, импульсный двигатель, да. Третий, нет, не тот, не этот. Не этот, а вот этот. Взлётный ускоритель, да. Вот именно он. Он нам требуется для взлёта с планеты. Кстати, когда мы появляемся, да, на... В игре, то есть у нас корабль наш где-то далеко. Мы, собственно говоря, не помним, кто мы. Нас называют странником. Но странники ли мы, мы сами не знаем. Так, что у нас? Биом, биом информации по планете. Так, давайте сейчас зайдём сюда. Журнал, путеводитель. Путеводитель. Так, основы выживания, не то. Журнал. Важные этапы. Блин, где-то. Геки, Вайкин и Корвакс. Во, вот наши расы. Открытие. Во, 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 вот. Мы прилетели на планету и Нюме Y29. Так, что у нас тут? Биом. Планета снежная. Стражи простые. Здесь есть такие стражи, которые мне напоминают, кого мониторов из вселенной Хейло. Флора обширная. Фауна великолепная. То есть, ну, вы знаете, я любитель животных, в том числе динозавров, да. То есть, меня ещё в этой игре будет отдельно интересовать именно исследование флоры и фауны. Да, так что будем ещё охотиться. Кстати, за это дают бонусы. То есть, нужно сканировать новые виды. И это даёт нам, нам бонусы. Так, давайте, сейчас мы тут что-то позагружаем. Ух ты. Нам за это дают награду какую-то, должны давать. Так. Как это всё? А, вот так вот, через клавишу Е. Блин, ну вот у меня теперь 149 нанитов, я мог бы и купить, короче, то улучшение. Так, ну это уже всё загружено, да. Так, а на этой планете мы пока что ничего не знаем. Ну, у нас есть морозный кристалл, соль. Соль можно продавать, диоксид есть и медь. Медь это очень важный ресурс в этой игре, ребята. Так, да, ну а мы помчались. Давайте отсканируем здесь ещё, что у нас есть. Вот это всё, все значки. Так, вот там, буковка H, это гидрогель, дегидрогель, как там его правильно назвать. Так, давайте, вот сейчас. Наш сигнал, который нас привёл сюда, это наше задание. Так, доступный фрагмент. Сигнал привёл меня к обломкам грузового судна. Повсюду разбросаны, так, вырванные с мясом куски металла. Неужели сигнал был лишь коротким замыканием? Так, среди мусора бортовой журнал. Он всё ещё работает. Давайте прочитаем журнал. Так, журнала мы не видим. Терминал играет странную последовательность цифр. Извергает. После них меня ждёт короткое сообщение. Аномалии нужны звёзды. Расправив крылья. Ну, то есть, нас называют аномалией. То есть, что это имеется в виду, мы должны будем выяснить. Так, как сообщил, прикреплён чертёж гипердвигателя. Вот. Это он нужен для прыжков между звёздными системами, ребята. Так, я забираю себе чертёж. На нём изображён гипердвигатель. Не подошёл бы для огромного корабля, но рассчитан на массу стандартного звездолёда. Кто-то поместил его сюда уже после крушения, в надежде, что его найдут. То есть, нас куда-то ведут. И вот наш гипердвигатель. Нам для этого нужны микропроцессоры, которые нам придётся, скорее всего, покупать на станции. И нам нужен хромметалл. Для этого нам нужно добывать медь и переработать. Здесь довольно широкая система крафта, которая, наверное, похожа больше не на арканасобнаутику. Так, создайте гипердвигатель, купите микропроцессор. Хорошо, я согласен купить микропроцессор, но мне сначала нужна медь. Так, вот это наш сканер, с помощью которого древняя структура. Корабль, кстати, мы можем потом призвать с собой. Давайте сейчас... Так, давайте сейчас мы отметим эту древнюю структуру. Некой древности стоит исследовать. Так, ну это планета минус 54, то есть она как бы не шибко там меня морозит. Мы, конечно, тратим ресурсы нашего... нашего корабля. Но, тем не менее, планета, кстати, мне нравится. Так, о! Смотрите, какая живность. Это что у нас? Голова-пастазуха? Так, ну этот... Это такой же? Нет, это не такой же. То есть они здесь генерируемы, рандомно. Здесь можно увидеть таких причудливых животных. К нам, видите, дали 1600 за сканирование. А если бы у нас был крутой модернизированный сканер, то нам бы за это дали 50 тысяч или 80 тысяч. То есть здесь, ну вот это реально рандомно. Вот я видел прохождение на канале. Человек просто вот нашел, исследовал одну из таких каких-то развалин. И все. Вот там, кстати, вверху светится... Светится красненький. Ну, он сейчас... О, стоять. А что это я его сканирую? Это кислород. То есть он красненький. Все красненький кислород, желтенький натрий. Все эти нам ресурсы нужны. Так, ну а мы помчались тогда. Так, а вот эта штука... Явно агрессивная. Она может нас ударить. Не шибко больно, но тем не менее. Так, мы помчались. Давайте сейчас добудем здесь кислород. Ух ты. Навигационные данные. Мы что-то нашли. Так, кислородик давайте пособираем. Кислородик лишним не бывает. Ну, берись давай. Так. А вот это то, ради чего я сюда пришел. Так. Давайте сейчас будем... Будем включать наш визор. И меня интересует место добычи. Кстати, давайте просканируем этих тварей. Четырехкрылый. Кстати, похоже, знаете, на что? Это летучая рыба. Есть такая. Вот, очень похоже на то. Так, жаль, что ближе я не могу сделать. Так, это наша метка. А вот это, кстати, камни, которые нам нужны. Смотрите, как их здесь. Здесь много, ребята. Ё-моё. О, смотрите, еще какая-то тварь здесь бродит. Прикольно. Прикольная тварючка. А просто бинокль здесь у нас есть. Кстати, некоторые животные здесь, видите, их можно покормить будет. Прикормить, так сказать. Так, ладно. Я побежал, короче, сейчас буду к тем артефактам. Вы сейчас узнаете, в чем прикол. Вот здесь еще часто разбросаны вот такие вот штуки. То есть, ну, это я не смогу открыть. Но нужен специальный, типа, пропуск, атлас пас. Мы его потом как-нибудь добудем. А вот эту вот штукенцию мы можем добыть. Нам дали вайкинский кинжал. То есть, это реликвия инопланетян вайкинов. Да, и... Из-за этого мы можем получить полезную информацию. То есть, скажем так. Что это такое? А, это они что ли такие звуки сдают, как будто бы вертолеты летают? Ну, прикольная планета, несмотря на то, что здесь холодно. Так, может я тут вообще лоханулся? И вот эти столбики не являются реликвиями инопланетян, как я подумал. Они просто очень похожи. Так, вот этот дегидрогель, его собирать тоже нужно. Это для топлива двигателя, по-моему, для взлетного как раз. Или... Так, ну, этих я уже сканировал. А вот это... Тоже новый вид. Ух ты, прикольно. Прикольно, реально. Реально прикольно здесь все изучать. Так, наш костюм. Вот защита от, короче, плохих воздействий. Мы его заряжаем натрием. То есть, это такой у нас ресурс. Ну, которого, в принципе, полно. Вот эти вот желтые цветочки являются натрием. Да, блин. Это камни, это ферит. Это ферит. Ну, вот так вот натрием мы собираем. Я его где-то накопал одно время много. Так, ну, черт. Облом получился, ребята. Я думал, что это будут наши артефакты. Давайте сейчас будем искать медь. Так, тысяча. Это очень далеко. Опасная флора. Вот этот монолит. Девять часов до него лететь. Медь. Вот. А что я сканировал только что? А, вот этот камень. Вот этот можно отсканировать. То есть, все это нам помогает. Это нам все, все нужно. Я ищу просто, где медь поближе. Вот медь. А вот сброс груза. Давайте сейчас. Это какой-то потерянный груз какого-то корабля. Да, мы немножко здесь сейчас... А, так ну я уже здесь был. Или это может быть новое? Вот это она меня немножко шарахнула. Так, ну да, это я здесь уже был. Я не могу открыть этот груз. То есть, меня интересует... Где там эти мои залежи меди? Вот. Всего лишь 200 там с чем-то метров будем считать. В каких единицах оно измеряет сейчас непонятно. Раньше меряло в секундах, насколько я помню. Так, а да, я же начал говорить и не договорил. С последним обновлением было увеличено... Увеличен размер существ. Короче, которых мы можем здесь встретить. Раньше они были все вот таких вот размеров, как мы встречали, да? Но сейчас они могут реально быть громадными, как, не знаю, ну как динозавры, наверное. Вот себе прикольно ходят. У них стадный инстинкт есть. Это, по-моему, тоже было добавлено. О, вот это, смотрите, тут варя точно не сканировал. Давайте попробуем его покормить. А вот это, ребятки, фоторежим. Такой, как у NVIDIA, только встроенный специально в игру. Ух ты, а там кто-то кого-то убил. Я так понимаю. И это сделала вот эта тварь. Как вам будет мой кадр? Так, shift. Я сделаю своим скриншотом. Alt F1. Можно это сделать и игровым способом. Вот такая вот тварь. И, смотрите, у него там плавник, как у... Это гибрид с сумчатого льва и спинораптора. Как вы считаете? По-моему, неплохо получается. Хорошенький такой себе гибрид у нас получается. Так, ладно. Этого покормить мы не можем. Так, а вот этого... Это, походу, он его и загрыз. Так. Куда я... Где тут мои залежи меди? Поврежденный механизм. Нам тоже их стоит собирать. Вот залежи меди. Сто с чем-то метров. Давайте помчимся. Главное, чтобы здесь не было... Вроде бы штормов пока нам никто тут не сигнализировал. Могут быть, конечно, штормы. Планета может показаться хорошей. А потом тут какой-то гипершторм. Знаете, что мне напомнило? Интерстеллар. Когда они приземлились на планету водную. Где вроде бы все тихо и спокойно. Но там цунами каждый несколько минут гуляет. Так. Вот это и есть наши залежи меди. Сейчас мы их будем добывать. Так. Для добычи у нас на дальнее расстояние есть... Так. Ну, зеленая кнопочка, точечка, это значит, что мы уже это все дело исследовали. Так. Давайте мы добудем вот наш расщепитель. Нажимаем переключить. И у нас в режим ландшафтного изменения он, короче, переключается. И мы вот так вот просто... Шахтерским методом, открытым методом добиваем эту медь. Так. Ну, у меня закончился это устройство. У нас называется Multitool. И это вот наш ландшафтный манипулятор. Ну, я его зарядил. Он заряжается, в общем-то, железом. Ну, который мы добиваем из камня. Это феррит здесь называется. Ну, какой-то, какой-то... Ну, что-то как-то не шибко много здесь меди. Я больше какой-то руды добыл. Так, ну, меди-134 я накопал. Так, а что-то мне нужно было создать гипердвигатель. Так, а где увидеть то, что мне нужно создать? Микропроцессор мне нужно будет купить. А медь мне нужно переработать. Так, давайте мы это почитаем. Так, путеводитель. Не путеводитель, важные этапы. Даже не то, журнал. Так, добыть компоненты гипердвигателя. Двигатель, микропроцессор на обломках корабля. Найдены чертежи. Блин, ну там же нам писали, что нам нужно. Я просто помню, что там нужно было много меди. Ух ты, ё-моё. Смотрите, какое скопление живности. Блин, прикольно. Реально планета живая. Вот из этого, из этой ерунды мы добываем феррик. Которым заряжаем наш ландшафтный модернизатор, как-то им его назвать. Так, вот там вот где-то далеко у нас есть монолит. Это наша база. Сейчас мы тоже туда, ребятки, слетаем. Это залежи меди. А вот это, давайте мы всё-таки сюда ещё сбегаем. Это у нас залеж технологий. То есть это что-то может быть очень-очень важным. Оттуда потом мы призовём корабля. Топливо у меня вроде как есть. Призовём наш кораблик. Так, давайте. Зарядим. Зарядим и побежим. Так, ну нам куда нужно? Нам вот туда нужно. Это, короче, туда не просто будет добраться. Ну, кстати, есть водные планеты, да. Можно, кстати, здесь вот нырнуть и посмотреть, что находится... Что находится внизу. Как вам? Ну, к изучению водных... Так, с этого мы можем добывать игрод. Но сейчас мы не будем в прямом смысле углубляться. Так, где там моя технология? Потому что там не особо много всего бывает, да. И времечко у нас не для этого. Да. Ну, в общем-то, игра много чего в себя включает. Так, я тут разрядил свой ранец. Так, ну вот углеродик. Давайте добудем углеродика немножко. Вот у меня как раз сейчас закончится... Наш вот этот мультитул работает как раз на углероде. Ну, то есть на растительном. На растительном. Мы заходим в раздел мультитул. Вот наш расщепитель. И скармливаем ему углерод. И теперь мы можем копать, опять же, углерод. Так, вот 117 метров нам до засыпанной технологии, которую нам нужно будет, ну, скорее всего, раскопать с помощью нашего мультитула. Так, ну вот мы прямо сейчас отсюда и начнем копать. Здесь копать можно... Вот-вот-вот мы нашли какую-то закопанную технологию. Давайте ее откроем. И это именно извлеченная технология. То есть это такие технологические модули, которые нам нужны для... Для чего? Ну, для создания чего-то нового. Так, ну, давайте будем возвращаться на корабль. Сейчас мы, точнее... О! О-о-о! Что-то новое. Кислородная капсула эта заряжает наш костюм жизнеобеспечения. Убираем ржавчину. Смотрим, что у нас здесь. И реликвия геков. То есть геки... Нужно пообщаться будет с инопланетяшками геками и напарить им эту реликвию. Так, давайте сейчас мы посканируем. Что это у нас такое светится? Так, ну, это то же самое. Вот примерно куда-то сюда мы будем вызывать. Так, вот это у нас, смотрите, дигидроген. Требуется продвинутый расширитель. Ну, то, о чем я вам говорил. То есть такие вот концентрированные вещества добываются только продвинутым расширителем. Так, ну, на планете похолодало, то есть ночь встала и потемнело. Давайте сейчас мы куда-то... Так, ну, это тварючка мы... Ух ты! Она охотится, смотрите. Я так понимаю, она хочет их сожрать же. Давайте понаблюдаем за этим. Ну, непонятно, честно говоря, что она делает. Ну, по крайней мере, она не агрессивна. Нажимаем клавишу X и вызываем наш звездолёт. Вот прямо вот так. И сейчас он откуда-то тут прилетит. А, вот так взял и грохнулся прямо. Так, давайте мы сейчас слетаем тогда на базу. Так. Или на монолит. Так, где этот монолит находится? Давайте на монолит, на базу и на космическую станцию. И начинаем, так сказать, миссию заново. Ага, фигушки там. А к тебе сколько лететь? Так, да что-то я не пойму. Сколько лететь к этому монолиту? 19, а, секунд? Нет, не пойму. Ладно, вылетаем в космос тогда. Летим в космос. Включаем там гипердвижло. То есть планета же это настоящая, она целая, ребята. Она круглая. Ой, тихо, тихо. Разболтало меня так. Не по-детски. Ну и вот сейчас мы тут быстренько туда долетим. Блин, еще прям... Три, два, один. Ну, что поделаешь, давайте сюда, на монолит. Вот так вот можно быстро путешествовать. Это очень прикольно. То есть разные планеты. Любая планета, у нее есть спутник. Куда хочешь, можно полететь, приземлиться, облететь вокруг. Посмотреть и что-то там накопать. Какую-то инопланетную технологию, которая нам там чего-то, чего-то куда-то даст. В общем-то мы сейчас сюда приземлимся. Так, нужно здесь не забывать... Тормозить. Вот это я выдал. Я еще просто не освоился, ребята. Стоять. Блин, не дергать эти клавиши. Ёлки-палки стоят, лети. Так, это я на минимальной скорости сейчас. Можно тут как-то приземлиться. Так, у нас, надеюсь, хватит топлива на взлет, иначе будет неприкольно. Так, точка восстановления. Когда мы заходим и выходим из корабля, у нас работают сейвы. Также мы можем еще создавать, сами крафтить точки для восстановления. Так, вот мы выучили слово Вайкин-воин. Сейчас мы еще тут что-то поучим. Их здесь должно быть три. Слово заменить. И вот еще какое-то. Ну давай, исчезай. Мы выполнили какое-то достижение. И слово, голос мы изучили. Так, больше здесь ничего нет. Здесь бывают еще какие-то порталы попадаются. Давайте забежим наверх. А вот чего интересного здесь есть. Вот, об этом я и говорил. Что-то нам сейчас дадут, либо расскажут. Тревожный сон. Так, я прикладываю ладоньку монолиту. И отхожу назад, когда он начинает таять от моего прикосновения. Расплавленный камень стекает вниз, обнажая нишу внутри. Там я вижу невероятное сокровище, древние технологии и предметы, которые помогут мне в путешествии. Лава продолжает течь. Вся эта конструкция выглядит очень ненадежно. Но снаряжение, которое может мне пригодиться, находится буквально на расстоянии выдвинутой руки. Так, найти... Так, вдруг земля, на которой я стою, начинает содрогаться от голосов древнего племени. Что значит найти портал? Ну, давайте найдем портал. У меня есть вайкинский клинок. Так, ну, я так понимаю, можно ее в два раза воспользоваться. Я нашел какой-то портал. И давайте мы потянем руку и какую-то технологию нам дадут. Сооружение восстанавливается, мои повреждения нет. Взрывается и погружает, прожигает мой экзокостюм. Ну, мы, короче, улучшили отношение вайкинов к нам. Так. Ну, это хорошо. Нужно улучшать отношения. Вот репутация наша, два из девяти. То есть, по крайней мере, с нами они будут разговаривать и торговать. Это хорошо. То же самое нужно сделать будет и с... И с геками, ну и с другими инопланетянами. Так, ну, на этой планете, я так понимаю... А, ну, это же есть все наши монолиты. Жужжащее яйцо. Кстати, циферка вот эта, три желтых полосочки, говорит о его важности, по-моему. Чем больше полосочек, тем важнее эта штука. Залежи какого-то диоксида. Торговый пункт вне планеты. И это тоже вне планеты. Блин, 138 метров. Стоять. Это нужно откопать. Совсем рядышком, ребята. Технология нам очень пригодится. Хотя, мы сейчас же игру начнем все равно заново, но... Скажем так, посмотрим, как оно... Будет у нас происходить в дальнейшем. Да, я же... Переключись, пожалуйста. Так, ну, этого достаточно. 20 с чем-то там нанитов, короче, мы нашли. Ладно. Ну что ж, пора нам слетать на базу и валить с этой системы. И полетим в космос. Наверное. А в следующей части, как я и обещал, мы начнем все с нуля. Нас забросят в какую-то жопу. У меня на планете, на которой я появился, здесь были, по-моему, кислотные дожди. Так, надо посмотреть вообще, сколько у меня там... Где наш дом? Вот наш дом. Опять же, нам нужно вылететь повыше. Чем выше, тем выше наша скорость. Тихо. Инерция здесь довольно большая на высоких скоростях. Вот так вот. Нужен гиперпрыжок. На это все дело мы тратим, кстати, топливо, да? Но, походу, он у меня еще есть. Посмотрим, что у нас тут на базе есть. На базе, кстати, можно поставить своей телепорт. И из телепорта попадать сразу на космическую станцию. Ну, мы, если заходим в телепорт, да, то наш корабль автоматически телепортируется тоже на космическую станцию. Очень удобно. Так, и я тут, оказывается, живу в какой-то... В какой-то базе. Опять та же самая фигня произошла. Так, сейчас мы тихонечко здесь приземлимся. Чего-то не хочет он здесь приземляться. О! Приземлился таки. Так, вообще-то, куда это я приземлился? Это разведут мой дом? А что, вообще, меня сюда привело? Чего я здесь забыл? Давайте прочитаем журнал какой-то. Я, вообще-то, думал, что я лечу на базу. Оказывается, я прилетел за какой-то хренью. Стражи сражаются с друг другом. Стражи мы еще не видели, кстати. Летающие такие твари мелкие, как монитор. Так, утилизация обломков грузового корабля. Нажмите П, чтобы сменить активное задание. Так, ладно. Не будем мы это делать. Я, вообще-то, хотел на домашнюю базу свою слетать. Так. Давайте сейчас мы посмотрим, где она вообще находится. Вон, а моя... Вот это вот база, ваша база. Ё-моё, ребята, летим туда. Надеюсь, у нас хватит на взлет. Три, три, два, один. Блин, четыре, три. Долго так длится. Как будто я сейчас врежусь в какую-то планету. Не знаю, куда я лечу. Так, ну, нет-нет. Мы, наконец-то, прилетели на родной дом. Правда, не знаю, построил ли я базу на своей первой планете или уже на второй. Ну, и вот так вот мы присаживаемся, ребятки. Так. И, в общем-то, игрулька сохранилась. Вот, как видите, вот здесь у нас всё такое зелёное, как будто бы мы в кислоте чужих, да? Вот это наш компьютер базы, который, скажем так, столбит за нами место. Да. А вот это домик, который я смог построить. Такой вот кубик. Кубик четыре на четыре кубика. Ну, на крыше у меня тогда не хватило ресурсов. То есть у меня один кубик крыши, а остальное это просто гладкий. Гладкий пол, который лежит на крыше, ребята. О, а вот это страж. Чё ты, придурок, тут забыл? У меня появилось новое домашнее животное. Познакомьтесь. Это страж. Прикольно. Это, в общем-то, моя новая такая настольная лампа. Каждый житель Нууминской мне может теперь позавидовать, ребятки. Ну, на этой торжественной ноте. Так. Мы сейчас с вами будем прощаться. Вот так вот. Так что, ребятки, до скорых встреч. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok